Добрый вечер. Когда в понедельник, это будет уже лето, сейчас у нас с вами май, весна заканчивается, буквально на пороге лета мы стоим, так вот, когда в понедельник 3-го числа вы включите радиоприемники в привычное время в 19.00, для того, чтобы послушать программу «Экипаж», вы не обнаружите ее в эфире, и включение приемников в привычное время будет означать, что программу «Экипаж» вы уже пропустили. Потому что у нас с лета эфирная сетка немножко меняется, и весь вечерний блок программ начинается на час раньше. Программа «Экипаж» с понедельника будет выходить с 18.00 до 19.00, что, конечно же, отразится на пробках в городе Москве, поскольку в каких-то привычных местах они станут чуть активнее, а где-то пропадут. Некоторые ведь слушают программу «Экипаж» за рулем своих автомобилей и будут вынуждены садиться за руль несколько раньше. А кто-то, наоборот, к большому удовольствию начальников, будет оставаться в том числе в офисе на лишний часок и очень внимательно что-то такое там делать в компьютере, что, может быть, со временем отразится, ну, если не на премиальных, то хотя бы на поощрении в приказе. Определенный позитив от перемещения в эфире тоже может оказаться. Все остальное остается таким же. Мы по-прежнему будем общаться на предмет автомобилей. Теперь немножко о новостях и о одной из них, которая потрясла нашу общественность. Совсем коротко она прозвучала следующим образом. Фирма «Мараша» и, соответственно, автомобили фирмы «Мараша» закупают двигатели «Феррари». Ну и, соответственно, будут теперь комплектоваться двигателями «Феррари». Это вызвало, ну, нечто похожее на восторг, потому как представить себе, чтобы в нашей стране у какого-то автомобиля стоял двигатель от «Феррари», означает просто непередаваемое ощущение не только кошельку, но и человеку, который окажется за рулем подобного автомобиля. И многие, поскольку не совсем нам известно, как живет «Мараша», она пишется вот этой самой латиницей «Марусья», но если кто-то учил в школе английский язык, то транскрипция как раз получается «Мараша». Такая не то чтобы «Замарашка» и не то чтобы «Марашка», это прямо-таки целая «Мараша». «Мараша» — это бренд. Этот бренд пытался выпускать автомобили и за всю свою жизнь, ну, по большому счету, ни одного автомобиля так и не сделал. И когда речь идет о том, что двигатели, наконец-то, будут закупаться «Марашей», аж-таки прямо от «Феррари», ну, приятные люди, согласитесь. Даже как-то хочется вздохнуть и сказать, ну, неужели? Это же будет так интересно ездить. Две «Мараши», одна виртуальная совсем, другая, ну, не то чтобы виртуальная, но, по крайней мере, покрашенная в цвета «Мараши», она раньше называлась «Верджин» и имеет отношение к «Формуле-1». И новость, собственно, из мира большого спорта. Тот самый великий цирк на колесах «Формулы-1», имеющий невероятное количество приверженцев, раскрученный до нельзя. И по статистике «Формула-1» болеет где-то порядка 1% населения земного шара. Это грандиозный успех. А заодно это говорит о том, что автоспорт, как и большинство автомобильных событий вот такого косвенного порядка, никому не интересен. И в нашей стране интерес к «Формуле-1» основан на том, что один табачный гигант, пробивая рынок тогда еще Советского Союза с переходом на Россию, свободную и независимую, имел некоторый остаток рекламного бюджета и решил, что потратить можно, конечно, на что угодно, но почему бы не купить для русских-советских трансляцию «Формулы-1» на один сезончик. Решили попробовать. По-моему, совершили стратегическую ошибку, потому как, если бы эти не совсем иностранцы, все-таки в офисе работали, в основном наши ребята, подобные деньги бросили на что-нибудь национальное, например, на городки, то вот теперь в каждой бы деревне в обязательном порядке была бы маленькая площадочка заасфальтированная, где ребята с палками носились бы и крушили города. Вы помните, фигура там называется в том числе и город. Это было бы что-то такое, вот, ну, нельзя сказать, что сильно характеризующая нас, но, по крайней мере, суконно-посконно-российская. А так нам привели, может быть, интересный цирковой трюк и вот этот балаган под названием «Формула-1». И с тех пор у нас, конечно, вся страна мечтает построить себе обязательно в деревне на колхозной грядке соответствующую трассу, из коровника сделать восьмизвездочный отель, из центральной усадьбы колхоза, ну, там, условно говоря, аэропорт, и в этих нью-восюках проводить с утра до ночи «Формулу-1». Ближе всех к финалу оказалась фирма «Мараша». И фирма «Мараша», она не занимается постройкой автомобилей, она, в принципе, занимается в основном маркетингом и преуспела в этом блистательно абсолютно. И на волне этого маркетинга есть в качестве приобретения контрольный пакет акций той самой конторы, которая в «Формуле-1» несколько сезонов позиционировалась под брендом Virgin. Virgin теперь называется в том числе «Мараша». Он покрашен, в «Мараши» стоят цвета. Нашего там только один музыкант, биографию свою начинавший тем, что пытался перепеть «Битлз» лучше, чем это делал «Битлз». Не получилось у него. Но в те времена ксерокса не было как такового, поэтому, в принципе, он мог бы хорошенько отксерокопировать Льва Толстого и сказать, что тот же, в общем, неплох, как мастер копирования. В пении не преуспел. На сегодняшний день он главный технический инженер конюшни. И если вдруг когда-нибудь наша «Мараша» взберется на пьедестал, то нам с этого будет недолго, но приятно. Будет звучать российский гимн. Все остальное — это англичанство. Формула-1 не самая успешная, затратная и с элементами русского фольклора, переходящего в символику российского флага. А параллельно с этим существует еще одна «Мараша», так называемая «дорожная версия», которая, в принципе, как автомобиль ни разу не состоялась. На заводе холодильного оборудования за забором ботанического сада пытались созидать, но каждый раз, когда от натурных макетов переходили к «Мараши» осязаемой и куда-то, может быть, способной двинуться, возникали определенные трудности. В общем, машину ездить не научили. Если совсем коротко, то те люди, которые взялись, и Игорь Васильевич Ермилин, как генеральный конструктор «Мараши», он очень неплохой специалист, у него специализация по диплому конструктор колесных дисков. Скорее всего, он делал блистательные колесные диски. В свое время он был очень хорошим менеджером, он организовывал гонки вокруг клумбы на Ленгорах и довольно успешно играл в Берни Эккельстоуна. Как конструктор автомобиля не преуспел, был выгнан оттуда, а вот те изделия, которые иногда даже катались по улицам и какое-то время торчали на Тверской шоу-руме, они, в общем-то, до конца автомобилями так и не стали. Ну, это то же самое, как детская педальная машинка. Снаружи ведь похоже, и если педальками подрыгать, она даже куда-то поедет. Но никто же не будет говорить о том, что детская педальная машинка является полноценным автомобилем. «Мараша» была с большей заявкой, не состоялась. На сегодняшний день из нашей страны она исчезла окончательно. То есть «Мараши», как даже материального явления, пусть и в натуральную величину в виде макета, не существует. Была попытка привлечь финскую фирму «Валмет» пару лет тому назад, финны даже сделали хороший натурный образец, показали его на автосалоне международном. И когда я у них спросил, ну, как вам наша «Мараша», готовы ли вы, они так очень вежливо сказали, знаете, ну, в общем, то, что нам передали, не совсем годится. Работу над машиной нужно начинать с нуля. С тех пор никто не слышал о том, чтобы эта работа была начата. Проект «Мараша», он грандиозен тем, что его нужно преподавать, ну, например, в Плехановской академии. И, наверное, этот факультет должен быть какой-нибудь экономический, и бесспорно такая есть лженаука, она называется маркетинг. Вот в маркетинге это было бы точно увлекательнейшим циклом лекций. О том, как при отсутствии продукта, при отсутствии осязаемого товара, при отсутствии, в принципе, того, вокруг чего столько копий сломано, процветает, благоухает и существует фирма, не производящая, не существующие автомобили. И под это дело выделяются совершенно конкретные деньги. Это говорит о безграничном таланте того самого музыканта, который пытался оказаться лучше, чем Пол Маккартни. Он не оказался даже лучше, чем Джон Леннон, но как специалист по добыванию денег из ничего, Остапа Бендера он превзошел. И, вообще-то, маркетинг, он именно к этому и сводится. Когда у вас нет абсолютно ничего, но есть классная идея. И под эту идею вы в состоянии выбить финансирование. Великолепный совершенно ход, когда, тем более, музыкант бросает музыку, бросает раздевать девок на телеканале, бросает гоняться с ментами за псевдоугонщиками по телеэкрану. То есть шута балаганного он перестал изображать, а специалиста по добыванию денег продолжил. И преуспел невероятно. Потому что автомобиля Мараша, тем более дорожного автомобиля, его нет, не было и никогда не будет. Что, кстати, не мешает абсолютно фирме Мараша принимать участие в проекте «Кортеж». Под тот самый «Кортеж», под который выделено несколько миллиардов рублей, для того, чтобы нашему президенту, либо премьер-министру создать достойный автомобиль для парадного выезда. Фирма, которая не делает автомобили в принципе, и от которой только наклейка на английском «Верджине» носится «Формуле-1», реально совершенно присутствует при дележе финансов от нашего государства, бюджетных финансов, и на полном серьезе пытается поучаствовать в создании несуществующего автомобиля из виртуального проекта «Кортеж». Это блистательный маркетинговый ход. Ну, а двигатели «Феррари», да, «Формули» они есть. Заветный телефон 6510996, он не поменяется, поменяется только время программы, начиная с понедельника. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, добрый вечер. Здрасте. Хотелось бы задать вам вопрос, но несколько необычный, наверное, для вашей передачи. Ну, точнее, обычный, про автомобили, но подойти к нему с другой стороны, не спросить. Так, Владимир, вы пропадаете на самом интересном месте. Попробуйте еще раз. Так, говорите. Да, хотелось бы подойти с обратной стороны к выбору автомобиля. Не так, как у вас это обычно происходит, про конкретный автомобиль. А уточнить автомобиль, ну, спросить совета по выбору автомобиля, исходя из задач. Это правильный подход. Это очень правильный подход. Вот, собственно, что мы имеем, это семья четыре человека, двое из них детей, один маленький совсем. Совсем игрушечный. Десять месяцев. Какой хороший. Ну, он настоящий, но очень маленький. Поэтому задача автомобиля, ну, желательно, конечно, полный привод, однообъемник. Это либо универсал, либо кроссовер. Но формата универсала, а не хэтчбека, как многие сейчас кроссоверы делают. Потому что нужен основные требования. Большой багажник, чтобы туда влезла коляска и чтобы еще какие-то вещи влезли. Два детских кресла в салоне и достаточный комфорт на заднем сидении для мамы и с детским креслом. А полный привод вам зачем? Вы собираетесь куда? Дача в районе Вышнего Волочка. Ну, вот этот универсал полноприводный, он же на русском языке жаргоном называется словом джип. Проще говоря, внедорожник. Потому что у кроссоверов у них обычно попочка поджата, так нежно, аккуратненько. И туда пара памперсов помещается, а вот скарб на двух детей в рывке на дачу совершенно не помещается. Тем более внедорожники, они как раз тип кузова универсал. А это нормальные полноценные машины, типа Mitsubishi Pajero, Land Rover Discovery 4, можно Range Rover. Вот такой ценовой диапазон. Ну, ценовой диапазон-то хороший уж очень. Да, полквартиры, да. Но вот это исходя из задачи, потому что здесь полный привод, удобно всем сидеть, а сзади можно лопатой загружать. И выгружать, кстати, тоже. Все остальное компромисс, потому что кроссовер, он сделан для того, чтобы ехать бодро на бордюр, нечаянно забодав урну, преодолеть это мощное препятствие. Если кто-то во дворе неряшливо бросил банку из-под пива, то вы гордо вздымаетесь над ней. А все остальное это не к нему. У него пассажирские возможности есть, а грузовые, ну, очень условные. Либо вы в таком случае снижаете, что называется, аппетит. И понимаете, да, детям хорошо, на горку мы взобрались, песочницу мы победили, лужу во дворе мы штурманули, даже вброд ее прошли. А в багажнике у нас только кредитная карточка. Ну, а если все-таки пойти по пути компромисса, исходя из того, что все-таки 80-85% пробега это дороги общего пользования, из-под Москвы, правда, живем тоже за городом, ну, ты с загорода в Москву на работу. Но вот именно под это, Владимир, как раз и был создан целый класс автомобилей, вами уже отвергнутых. Это минивены. Потому что все поехали, и груз с собой забрали, и именно по асфальту, и достигли цели. Но у них уж совсем даже геометрической проходимости нет. Не говоря уже о том, чтобы полный привод был. Не бывает. Последний минивен с геометрической проходимостью, достойный русских просторов, назывался Mitsubishi Delica. Его ближайший родственник это ГА-66. Просто газон чуть побольше. Вот здесь получается, что задача не совпадает. Либо это все-таки внедорожник здоровенный, и вы тогда 80% пути таскаете на себе гору железа. В общем-то, ненужного. Тем более на асфальте. Но те редкие 20%, когда вы один на один с русской действительностью остаетесь, все счастливы. Потому что полный привод, раздатка, понижайка, блокировки. Ну, красота. А если из этих задач все-таки посмотреть на либо кроссоверы, либо полноприводные универсалы. Ну, честно скажу, мы, естественно, присматривались, примерялись. Ну, вот, и остановил свой взгляд так на Volvo HC70, Outback Subaru, либо Freelander. Ну, он так как-то поменьше, но повыше, кажется. Ну, вот Freelander это как раз тот самый кроссовер, у которого все компромиссно, и багажник у него, конечно, невелик. У Хосе 70-го багажник получше. И если это точно легковой автомобиль, ну, совмещающий себе универсалы и якобы кроссоверы, то, конечно, Хосе 70 будет лучше всего. Либо вы уходите к американцам, потому что под американский рынок, где все псевдо, там псевдо-еда, и псевдо-сдержанные люди с псевдо-холестерином ездят на псевдо-автомобилях. И вот японцы, например, под них делают специально машины, которые имитируют крутизну совершенно невероятную. Вот Honda Pilot. Это обычная легковая машина, но там 7 мест, это универсал, полный привод и достаточно высоко над землей. Машина беспомощная, но большая, красивая и удобная. И вот к нам сейчас придет такая же штуковина под названием Toyota Vensa. Это обычная легковая... Это легковушка, просто легковушка. Но она полноприводная и чуть-чуть приподнята. То есть вот окурок на дороге, она сможет переехать, не зацепившись. Или ее же разновидность, только в другом формате, Toyota Highlander. Это тоже абсолютно легковая машина, ни на что не способная в принципе, вообще не способная. Не дай бог вы наедете на, например, этикетку какую-нибудь клейкую одним колесом, а на мороженое другим колесом. Все, растопырит вас по полной программе, еще поперек поставит. Но полный привод, высоко над землей, 7 мест помещается туда и дети, и багаж, все что угодно. 7 мест это в Highlander, а в Vensa же нет 7 мест. Ну, то, что придет на наш рынок, оно будет 5-местным строго, потому что Vensa специально сделала на 5-местность, чтобы, не дай бог, не путали с Highlander. Должны же быть какие-то отличия, когда из одной бочки взяли то же самое, но тут оформили так, а там оформили эдак. Машина-то одинаковая. То есть, суть этой машины, это платформа от Camry, а это одно и то же. Вензу мы, конечно, смотрели давно, еще, ну, мерили ее, так скажем, примеряли на себя беременной женой. Так она, что в пользу Вензы могу сказать, что она села назад, уже уставшая, на последних сроках. Все, я, говорит, не хочу отсюда вылезать, мне тут нравится. Вот именно под это и сделано, да. Американцы, американский рынок, он как раз такой. Да, просто потрясающий комфорт на заднем месте. Ну, в ХС-70 там тоже достаточно места. И вообще, ХС-70 это классный аппарат. Надеюсь, что он еще какое-то время продержится в производстве, потому что вот эти китайские разборки о том, как испортить фирму Вольво, они со временем под китайским натиском, конечно же, приведут к общему знаменателю. Это будет какой-нибудь обычный Джили, только будет называться Вольво. Вот эта трагедия пока не произошла, и ХС-70 это, наверное, лучшие Вольво на сегодняшний день. Причем неважно, с кем мотором. Вы можете брать бензиновый, можете брать дизельный. Главное, не нарваться на эту вот усеченную версию двухколесную. У нас по рынку бродят эти машины переднеприводные. Нет, если брать такой универсал, то только полный приют рассматриваю, естественно. Это правильно. Ну и если ХС, то, наверное, все-таки дизель. Дизель очень правильный, замечательный. Причем там дизелей тоже несколько. Но вот, например, Д-5 дизель, он мне очень понравился. Я на нем ездил, правда, в другой Скорлупе, в 60-ке. Великолепный мотор. Просто молодцы шведы. И не только шведы, они там международным консорциумом творили этот двигатель. Двигатель очень удачный. И расход топлива у него... Сколько чего? Понятно. Сколько вы своим авторитетным мнением можете прогнозировать еще жизни нормальной ХС-70? То есть стоит бежать уже и покупать, пока совсем не испортились? Или еще есть какое-то время поездить на том, что есть? Еще, конечно, есть. Даже когда все объявят, что наконец-то ура, мы сделали новую ХС-70, это будет означать, что нынешняя пока еще производится. Причем она же шведской сборки. Китайского там пока еще очень мало. И вы успеете даже на излете, то есть перед окончательной гибелью фирмы, взять себе достойный аппарат. И под него будет еще и обеспечение запчастями, нормальная дилерская сеть. То есть вы сможете быть ограбленным любым официальным дилером по полной программе. Вот за это не беспокойтесь. Потому что все-таки вольвовская дилерская сеть, она отличается уникальным подходом к кошельку хозяина. От нашей полиции отличается не сильно. Такой гоп-стоп. Ну, здесь у нас есть, как бы, у кого спросить по опыту общения. Там у знакомого есть, он на V60 ездит уже не один год. Ну, очень правильно. Когда есть опыт рядышком. Причем, когда вот спрашиваешь, Саша, а думаешь что-нибудь, он говорит, нет, я даже, говорит, не знаю, чего захотеть после этой машины. Хорошо. Вот когда так альянс между человеком и автомобилем складывается, ему после этого даже стиральная машина неинтересна. Это очень правильно. Да, Сергей, а еще вот пару слов о Subaru все-таки, может, скажете? Outback. Outback хорош с максимальным мотором, который у него, боксер шестигоршковый. Вот это замечательный автомобиль. Вообще Outback сам по себе идеологически придуман хорошо, но как японское, во-первых, и Subaru'овское тонущее, во-вторых, оно очень сильно переоценено. И это, таких денег не стоит ни в коем случае. Тем более, садишься в салон, стучишь по этой пластмассе, выпиленной лобзиком, вот у него там передняя панель целиком выгрызена при помощи фрезы и лобзика из какого-то цельного куска пластмассы. Это не стоит тех денег. Во-вторых, у Subaru'ов у них традиционная проблема. У них очень хорошая подвеска, то есть заявка великолепная, и неоднородное качество исполнения. Вот можно нарваться, что называется, как в Жигулях, и после этого будет полная катастрофа. А может повезет, и ваш Outback, ну, условно говоря, Outback, он будет носиться годами, десятилетиями, безо всяких ошибок и проблем. Но людей, отвернувшихся от фирмы Subaru, именно из-за того, что качество подкачало, а дилерская сеть традиционно послала подальше, достаточно велико. У меня у самого был аппарат фирмы Subaru, ну, вот, наверное, аналог моего 41-го москвича. Хотя у меня был Forester с мощнейшей дилерской поддержкой, но по количеству поломок на пройденный километр, это был 41-й москвич. Он еще и не заводился. У него были проблемы по двигателю, по топливной аппаратуре, он был абсолютно новенький, и свечи ему нужно было менять на одну заправку два раза. Вот бак там был порядка 50 или 60 литров, соответственно, вот каждый раз завелся, приехал, а у тебя все свечи уже можно выбрасывать. Вот такой был пункт. Ну да, вот Subaru меня еще смущает. Перерыв на новости. 65, 10, 9, 9 и 6. Мы с вами радостно продолжаем общение. Роман, здравствуйте. Добрый вечер, все день. Рад вас слышать. У меня такой вопрос. Вбираем машину жене, я ей советую, настоятельно рекомендую какой-нибудь кроссовер выбрать. Правильно. Я знаю, чего вы опасаетесь. Вам не хочется после жены в сервисе объяснять, почему вырвало опору двигателя. Да, но здесь подложили нам неприятные знакомые. Предложили ей двухлетнюю опят. И эстетическая составляющая сыграла свою злую шутку. Против женщины? Ну, бесполезно. Опять красивая. Спортбэк или просто, или трехдверку? Трехдверку, купе. Ну что вы, ну какая женщина от этого откажется? Дальше только хуже будет, она же потребует норковое манто. Не исключено. Ну это совершенно логично. После, она случайно не красная по цвету, нет? Нет, она черная. Точно норковое манто. Вот. Поэтому мы хотим знать, что это за машинка, поскольку с Ауди как-то не сталкивался. Сколько лет машине? Двухлетняя. То есть она 2010 года? Или 11? По паспорту она 10, но куплена уже была в 11. А двигатель у нее TFCI? Да, 1.8. 1.8. Сколько пробег? Пробег небольшой, где-то в районе 25. 25. Роман, обратите внимание на то, как эта машина будет подавать сигналы бедствия в отношении уровня масла. У нее же нету на двигателе щупа. Проверить нельзя. У нее стоит датчик. И этот датчик через какое-то время, скорее всего, начнет подмигивать и говорит, что маслица бы добавить, хозяйка. Вот этот момент не проспите, потому что те всяевские моторы, особенно вот до 2011 года, на самом деле, до середины 2012, это те самые двигатели, у которых была очень серьезная проблема по исчезновению масла из двигателя. Они сделали настолько интересную систему привода клапанов, что при мощнейшем разрежении, ну, представьте, какие там хорошие поршневые кольца в этом двигателе, если при мощнейшем разрежении масло из картера в камеру сгорания засасывало. То есть, вот эти двигатели, те FCI-овские, на тот момент, они были молодцами, и в машине нужно было иметь два бака. Один бак для бензина, второй бак для масла. А поскольку щупа нет, проверить невозможно, то либо раз в две недели приходилось клиенту ездить в официальный дилерский сервис и заправлять маслом машину, либо как-то это игнорирует, после чего неизбежно двигатель клинило. Вот к этому будьте готовы. В остальном это та самая Audi, у которой растопыренные пальцы, кожаный салон и восторг по поводу дизайна и качества материалов. Все это обосновано, тем более эстетика, купе, ну, на самом деле, хэтчбэк, но купе, ну, красота, ну, великолепно. Вряд ли ваша супруга будет настолько трепетно обращать на это внимание. Так что, Роман, это уже будет ваша должность, ваша обязанность смотреть, что там с маслом. С утра ключ на старт, просит, не просит. Если просит, значит, все, в сервис. Либо заправлять сами. Там, если вот проспать момент, когда масло ушло, стуканет точно. Сергей, еще вопрос такой, может быть, я ее все-таки сумею переубедить и подвигнуть все-таки на какой-нибудь кроссовер. А про Opel Moco он молодец, он молодец, он красавец абсолютный, с полным приводом, но я боюсь, что Opel после Audi опять не вызовет восторга. То есть, вам нужно будет как-то очень специально закрыть ей глаза ладошками, очень нежно ее обнять, для того, чтобы пересадить с одной машины в другую. У Moco единственное, что ждите год, пусть научатся собирать эту машину, потому что сейчас начнутся отказы, сейчас начнутся сервисные компании отзывные, а в нашей стране принято обычно о половине сервисных компаний отзывных помалкивать. Клиента не вызывают, у GM бывают такие случаи, когда человек приезжает, он говорит, о, слушайте, а у вас тут там коробка накрылась. Почему? Так, отзывная компания была, но мы вас не позвали, поэтому за ваш счет. Пусть учатся, то есть, через год, да, но вот этот год, судя по тому, что вашей жене уже предложили опятую, она будет ездить на ней, следующие затраты это не на машину, а на шубку. Дубленки вряд ли, а пятая уже, знаете, никакие дубленки никак не катят. Понятно. Ой, Роман, вы, по-моему, даже погрустнели немножко. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Алло, слушаю меня, да? Да, вас не видно, но услышно очень хорошо. Спасибо, значит, мне 37 лет, я автомобиль управляю где-то лет 13, вот, первая машина вообще запахла, какая инвалидка. 965-й или 966-й? 965-й. Ой, какая штука, замечательно. Знаете, с газом на руле, с газом на руле, у меня дедушка, он покойный уже, ему автомобили-то давали, да, как инвалид в Великой Отечестве, я как бы на ней учился ездить, но суть не в этом, значит, разные автомобили у меня были с этих времен, я вот предыдущий Владимир, он звонил по поводу семейного автомобиля, не знаю, что выбрать, там, кроссовер выбирал и так далее. Да, мучился, мучился, было дело. Да, 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 у меня тоже семья, двое детей, ну, младшая дочка 7 лет, подросла, старший сын 15. Так вот, что я звоню, значит, ну, в силу формирования общественного мнения, у нас в Советском Союзе, да, немножко застал Россию, я тоже был всегда против американцев вообще, да, во всех там, и в хот-догах, вы немножко затронули там эту ноту, вот минут 15 назад у вас был звонок, вы говорили про американскую еду, там, характер и так далее. А джинсы вы тоже, американские джинсы вы тоже не признавали? Вы знаете, вообще, наверное, ничего не признавал, кроме людей, ничего не признавал. Да. У нас же было это в пресс-СССР, вы же знаете, это была такая атака, да, на Америку, вот, но сейчас, буквально несколько лет назад, я задумался и вообще пересмотрел свое мнение, да, вот сейчас у меня джинсы Левайс ношу, у меня там очки Левайс, ну, в общем, не важно, да, не в этом дело, суть в другом, суть в том, что я задумался тоже над автомобилем, у меня Ниссаны были, Миссу Биси всякие, что только не было, и наши классики, и очень большой парк, причислять нет смысла, апелля были, вот, я, значит, долго, что думал, вот где-то год назад, я купил Крайфер Вейджор, буду короче говорить, я миллионер, где когда в жизни не был, у меня не было, такой суммы, что миллион рублей, работайте, вот, я очень часто вас слушаю, вашу передачу, очень много разговоров, про вот эти вот фичи, вот эти вот электроники автомобилей, и так далее, и так далее, и так далее, но я вот что хочу сказать, простые американские автомобили, во-первых, они очень комфортные, очень надежные, вот у меня сейчас коробка автомат, 2,4, такой, ну, как бы движок, ну, сам один из слабых, да, бензин, значит, я что хочу сказать, конечно, я не ездил на очень дорогих машинах, Audi, а 5 последних, там, не знаю, кучу там, вы обсуждали, мне очень нравится, что я чувствую машину, понимаете, вот эта электроника, она, я так думаю, она отдаляет, вот, от близости с машиной, да, это первое, второе, значит, я против того, чтобы покупать новые автомобили вообще, вот, как бы, очень жаль, что в Америке там машина стоит 3000 долларов, а здесь она там 15, ну, вы знаете, понимаете, я понимаю, что я говорю, я, конечно, не знаю, если бы у меня был бы миллион, может быть, я купил бы новую какую-то, ну, сложно сказать, у меня его не было, но у Дону до сих пор, я всегда покупал только поддержку на автомобиле, наверное, на новую, но все-таки я сознательно не хочу покупать новую, против того, чтобы вот у нас такие цены были дурные, хотелось бы, чтобы вы, алло, слышите меня, да? Алексей, ведь вы на самом деле открыли для себя Америку в лучшем понимании этого слова, вы поняли, насколько мы близки, в том числе по географии и по нужде в автомобилях, вот то, что подходит американцу, большое, осанистое, комфортабельное, на самом деле подходит и нам, мы в этом отношении не европейцы, мы как раз американцы, другое дело, что мы никак не можем сконнекситься с Америкой, но я прекрасно понимаю, почему у вас Voyager настолько пленил, он большая, удобная, малогабаритная квартира на колесах, несмотря на то, что мотор у него 2.4, базовый, такой стартовый мотор, машина замечательно едет, она какого года у вас, кстати? 2002 год у меня, и вы знаете, я автомобилями, у меня, я считаю, очень много было, я настолько не был доволен никогда, единственное, что вот чувствуется, все-таки надо не 2.4, а вот 3.3, там следующий идет, мне кажется, чуть-чуть помощнее, вот иногда хочется, вот где-то обогнать фуру, я очень много езжу, я в год наезжаю почти по 100 тысяч, то есть от 60 до 100 тысяч, я путешествую по всей России, я в Украину езжу, в Белоруссию, ну очень у меня большие пробеги, я говорю, я езжу так всегда, на всех автомобилях, на наших отечествах, на Курский Плотов, ну очень большая география, и вот на таком автомобиле я бы рекомендовал вообще всем людям, которые покупают, там, не знаю, за 3 миллиона, там, да, чтобы просто попробовать купить за 500, за 800 тысяч поддержанную там 3-4-летнюю американку, да, и вот попробовать ее просто, вот всем бы я рекомендовал бы людям, которые покупают новые, вот, дорогие автомобили, просто попробовать, насколько приятно, когда ты едешь, ты чувствуешь, машина себя чувствует, что ты хочешь, да, и потом вся эта электроника, она же загоняет людей, ведь аварий очень много, улетают вот зимой, полагаясь полностью на электронику, очень часто наблюдаешь, вот по Новой Риге, я езжу часто, джипы, богатые, в основном, дорогие комплектации, все лайн-крузеры, улетают, переворачиваются и так далее и тому подобное, я думаю, что, наверное, эта электроника отвлекает все-таки и не дает вот такого, да, ощущения единства с автомобилем. Ну, Алексей, кстати, почему люди улетают, чем богаче машина, тем чаще и дальше они с дороги срываются, в том числе потому, что сейчас уже выросло поколение людей, не задумывающихся и не анализирующих, когда опыт они пытаются заменить количеством денег, и человек по осени на волне пропаганды, зимняя резина должна быть на каждой машине, человек ставит на машину зимнюю резину, а дальше он едет со своими летними повадками и ждет, что резина и машина за него все сделают. Такое ощущение, что ума и опыта не надо. Ну, может быть, может быть, да. Вы знаете, что я вот с вами хотел, вот вопрос такой маленький, вот что вы думаете, вообще вот двигатели, вот эти вот 3.3, 3.8, они же, наверное, идентичны по надежности, они же, наверное, ничем не отличаются, или там есть какие-то подводные камни у них, вот я на этом автомобиле уже отъездил, знаете, сколько, я на ней почти год целый, у меня было 60 тысяч, сейчас 112. Вот я сколько, почти, да, почти 60 тысяч отъездил. Алексей, тут везение ваше в том, что вы взяли машину 2002 года. Вот это тот самый период, когда Voyager были совсем примитивные, простые, электроники по минимуму, и если там датчик какой-то, например, не работает, то по большому счету вы на это даже внимания не обратите. Мотор у него простой, надежный, это тот самый крайслерский мотор 2.4, который ходит по миру под капотами самых разных машин. И у нас, например, на Volga Sibir, собственно, он тоже и попал, этот самый 2.4, и он на наших Волгах еще бегает. Это очень достойный двигатель. Он, конечно, требователен тоже по маслу, если вы упустите момент, когда у вас уходит уровень, то неприятности могут быть. Двигатели 3.3, 3.8, они в этом отношении еще более требовательны по маслу. Не дай бог у вас там вспыхнула лампочка, это означает, что, скорее всего, сдохнет через 100 метров, а не через 25 километров, как казалось бы. У этих моторов там есть свои плюсы, есть свои минусы, но в целом, вот именно двигатели у американцев, они надежные. Электроника? Нет, ненадежная. Там по тормозам, к каждой второй машине колоссальные претензии по тормозам, потому что американское представление об остановочном пути, оно очень сильно отличается от нашего. По рулю, вот, например, Voyager, он хорошо рулится. Большинство американских автомобилей, они имеют несколько недостатков. Они не останавливаются, они не стоят на дороге, и они не рулятся. Voyager приятное исключение, и вообще американцы, они большие мастера именно по минивенам. Не каждая американская машина выживет у нас. Очень многие машины требуют адаптации. Сергей, простите, пожалуйста, вот, я Лия Коха книгу прочитал, который, да, ну, вы знаете про Лия Коха, наверное. Да, слышал. Да, вот я просто, ну, информацию специально так не искал, мне интересно, Лия Коха, он имеет отношение к какому Voyager, или все-таки это после него уже эта модель, вот, именно вот, модельного ряда 2001 года. Вы не знаете, вот просто интересно, любопытно. минивен во многом состоялся благодаря человеку по имени Лия Коха. Он не то, чтобы был автором этого автомобиля, но это именно его прозорливость позволила такому классу автомобилей состояться, и уже после ухода Лия Кохи из Крайслера выйти на рынок, и этот, как раз вот момент состязания, как кто же первым сделал, японцы или американцы минивен. На самом деле, эта идея была американская, и американцы, как это ни странно, по сию пору, делают замечательные минивены. Вот все остальное они делают не такое хорошее. Но, кстати, Крайслеры после 2005-2006 года это не то же самое. На сайт пришло сообщение, требующее некого диалога. С глубоким уважением отношусь к вам, как к человеку пишут Бегунов Алексей, но вы потеряли связь с реальностью, как автоэксперт. Нынешние свечи позволяют бензину сгорать в три раза быстрее, и мотор работает, как дизель, без вредного опережения зажигания. Алексей, в этом отношении вы правы, и, по большому счету, свечи, как правило, не виноваты вообще. У свечи, собственно, у нее выработка бывает, и вот кто держал в руках свечку, которая уже идет на помойку, там понятно, даже видно, насколько там сильно изгрызен металл искрой. Это одна часть. А вот конкретно у меня, у Subaru, проблема была немножко в другом. И вот это требование и необходимость менять свечи постоянно, практически каждый день, она исходила в качестве рекомендации дилера. Картина была такая. У меня Subaru Forester четырехгоршковый на автомате. Зима, на улице где-нибудь порядка минус 15, ключ на старт, не схватывает ничего, трын-тын-тын, и скоро зверь слона убьет, а ни шиша не схватывает, как было написано в одном классическом произведении. Трын-тын-тын, через какое-то время, там, на 25-й попытке, схватывает один цилиндр. Машина на одном цилиндре начинает заводиться, с судорогами совершенно, с катастрофическими. Машина новая, пробег небольшой, все новенькое, потом второй цилиндр, потом третий, через какое-то время четвертый, ага, оказывается, можно ехать. Я, естественно, первым делом заезжаю к дилеру, говорю, ребят, и прикидываюсь, как всегда, чайником, говорю, что-то здесь не то. Я эту историю, кстати, многократно рассказывал. Они ставят машину в бокс, смотрят, что именно, выкручивают свечку, и говорят, ну, хозяин, не, ну ты что, ну, на свечами же смотреть надо. Не, ну ты глянь, ну как закидала. Действительно, закидала будь здоров как, и свечка в нагаре, в этом вот черном таком закопченном, так, как будто я эту свечку, наверное, лет 15 с машины на машину переставляю. На что я им весь любую говорю, ребят, гляньте заказ снаряда, я у вас когда был последний раз? А говорят, о, ты у нас вчера был. Вы давайте так, менять мы их не будем, давайте их почистим, эти свечи, а заодно попытаемся понять, почему же их так сильно забрасывает. Понять не удалось ни разу, это говорит и о квалификации, это был, кстати, официальный дилерский сервис, я ехал не куда-нибудь там в гараж, где ребята заведомо рукастые, умные и, может быть, нежадные, я приезжал к наемным рабочим, у которых технологическая операция, замена свечей, и вот так я к ним приезжал, например, в течение недели пять раз. Утром я первым делом приезжал к дилеру и говорил, а там тем более, когда смена меняется, я говорю, ребят, не заводится, или заводится на цилиндре. И вот в понедельник, вторник один слесарь, во вторник он уже меня принимал более-менее, в среду пересменок, другой слесарь, диалог тот же самый, свечи надо менять. Ой, а вы, кажется, вчера, вот обращение было, к счастью, не меняли, давайте их еще раз почистим. Довольно быстро мне эта бодяга надоела. Но сервис не справился с этой проблемой. Ничего он не смог с ней поделать, и вот эта машина, ну, видимо, так она и живет где-то, может быть, пусть в упору забрасывает свечи. Потом было шикарное, совершенно уголовное дело, Сергея Соловьева, это один из основоположников FM-диапазона в нашей стране, человек, чрезвычайно известный в наших кругах, у него была удивительная Subaru Impreza, шикарного, реликтового цвета, на золотых дисках. Это была небольшая партия, было сделано на всю планету Земля 200 таких импресс, турбированных. У него при пробеге, по-моему, 18500 прогорел четвертый поршень. Грандиозный был скандал, когда дилера заставили сделать гарантийный ремонт. Ему поменяли полмотора. Прошло 18500 километров, прогорел опять четвертый цилиндр. Из чего следует, что это управляющая электроника. Это не физика, это была электроника. То есть четвертый цилиндр при одном и том же пробеге прогорал не потому, что был плохой четвертый цилиндр. И вот на второй замене уже был грандиозный судебный процесс, в результате которого у официального дилера опечатали имущество, начали вывозить товарные машины, после чего дилер еще долго бодался. Прошло еще несколько лет, он выкупил по остаточной стоимости эту машину, поскольку понял, что в битву он проиграет. И примеров вот такого поведения их очень много. Кстати, у Костика Сорокина, одного из лучших автомобильных журналистов нашей страны, это обозреватель газеты Авторевью, у него был тоже Форестер, у него тоже были такие же проблемы. Они выглядели несколько иначе. И тоже дилер ничего не мог с этим поделать. Вылечить машину он был не в состоянии, и она тоже ездила всегда плохо, криво, косо. Он с огромным наслаждением избавился от этой машины. И когда он пытался понять, что происходит, он в том числе приезжал в НАМИ на экспертизу. Экспертиза говорила, у вас, а, все понятно, плохой бензин. Не, мужик, ну ты же на помойке заправлялся. Он говорит, да, объясните мне этот феномен. Один и тот же бак бензина. Полбак хороший, полбак плохие, потому что характер автомобиля до неузнаваемости меняется в худшую сторону на ближайших 50 километрах. Бак никто не трогал. Как залили, так и едет. Но 50 километров отлично, а в том раз и умер. Вот это вот особенность Субару, и это особенность свечей. То есть, в данном случае, буквально рекомендация дилера сводилась к тому, что меняй свечи, мужик, почаще, все будет хорошо. Хотя этого и не требовалось. Елизавета, я надеюсь, вы нас дождались. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слышу, как кролик перед у дамы. Я половину не понимаю, но очень высказывается просто. Спасибо вам, Елизавета. Вот эта женская преданность, она одухотворяет мужчин вообще по жизни. Ну, может быть. Но в нашей семье я вожу. Ух, как... Все время мы ездим, я езжу на X-Trail, который вы не любите, но он очень удобен для детей и женщин, и багажники, колясок, велосипедов, всякого другого хлама. А мужчины иногда прилагаются к этому X-Trail? Да, только в виде пассажиров. Замечательно. Вот мужик устроился. Великолепно. Елизавета, вы святая. У вас крылья за спиной вам не мешают немножко, когда вы пристегиваетесь ремнем? Нет, ну, надо сказать, что я знаю много таких семей, где ей будет только жена. Вот они, русские женщины. А у вас с избами никаких проблем не бывает? У вас не возникает желание надеть пожарную каску, когда вы видите, что она дымится чего-то? С конями у вас... Нет. Нет? Коней на ходу нет? Не специализируетесь? Нет. Понятно. Елизавета, вы великолепны. Ну, спасибо. Ну, в общем, у нас такая вещь, что у нас свекра получил права. Буквально вот недавно. Еще один мужчина, который с правами и не водит машину. Да, совсем еще. Прямо вот первый раз. И мы решили купить ему машину. Вы любите свекры или таким образом хотите, чтобы... Нет, мы как бы чтобы проширить их горизонт. А-а-а-а. То есть это не серия «вот тебе машина, катись подальше». А сколько свек рулет? Сколько ему? Ну, 60. Господи. Так. И что вы хотите? Вот. Это не совсем мало, но если вы пойдете по вторичному рынку, значит вы из него сделаете не столько водителя, сколько слесаря, и там, где вы за 300 тысяч купили машину, которая начиналась, условно говоря, с миллиона, вы оставшиеся 700 тысяч отдадите слесарю, который пытается ее починить. То есть 300-400 это новая должна быть машина, новых машин за эти деньги, приличных, это Renault Logan, он же Sandero, если с кузовом хэтчбэк, либо вы подступаетесь потихонечку к какому-нибудь там полоседану, который Volkswagen, ну или смотрите нежно на Solaris. И ведь тем более 60 лет, что трагично в этом возрасте, получить какие-то рефлексы водительские, наверное, уже не получится. То есть человек будет постоянно бороться с машиной. Скорее всего, это потребует от него либо невероятной совершенно нервной системы и чудовищного здоровья, либо коробки-автомат. С коробкой-автомат все это самое стоит, грубо говоря, полмиллиона. И вы не укладываете из 300-400. А как только вы подсовываете ему секонд-хенд, он, скорее всего, блестит, скорее всего, радует, но через какое-то время очень сильно его напугает и разочарует. И вот тут-то начнутся семейные разлады, потому что свекр заподозрит вас недоброе. А вы еще и кормилец в этой семье, а не только водитель? Нет. То есть все-таки кормилец это тот, который справа сидит пассажиром? Да. Который на метро ездит. Ну, на метро, кстати, тоже ничего. И девайсов побольше в руках помещается. Елизавет, к сожалению, если у человека возраст 60 лет, то вам нужно будет покупать машину с автоматом, скорее всего. А причем самое главное в этой машине будет – это высота потолка. Вам нужно будет покупать машину максимально высокую. А максимально высокие, они вообще-то даже где-то, наверное, с 600 тысяч начинаются. Потому что в первую очередь это Kia Soul. Вот у Soul у него высокая крыша, и человеку в 60-летнем возрасте, у которого, скорее всего, поясница не очень гибкая, ему не нужно будет постоянно кланяться. И он не будет постоянно биться головой о низкую притолоку автомобиля. Потому что машина, например, Volkswagen Polo Sedan, ну, всем неплоха, но она на людей с гибким телом рассчитана. Вы там будете себя чувствовать хорошо, даже эстетично и изящно. А ему будет тяжело. Была бы еще такая машинка, как Deo Matisse, но у нее, к сожалению, нет автомата. Потому что Matisse тоже удобный, в него хорошо входить можно. Вы можете попробовать? Matisse стоит 200 тысяч. Это такой маленький Matisse? Это такой маленький, прям... А у вас что, свекр размером с Matisse? А? У вас свекр так хорошо кормят, что он размером с Matisse? Вы боитесь, что он как Винни-Пук застрянет в дверях? Нет, ну просто Matisse такой маленький, сколько на дороге их лежит, они такие прям как будто карманные. Они замечательные. А, Елизавета, как вам кажется, чисто по-женски, какая длина машины под названием Deo Matisse? В метрах? Не знаю, метр 3,5-4, наверное. Да, а 3,5 метра это разве мало? 3,5 метра это, в общем, длина вашей кухни, наверное. То есть это... Вы увеличиваете. Вот. То есть представляете, какого, на самом деле, огромного размера эта машина? То, что она замаскирована под детскую игрушку, это не говорит о том, что она детская внутри. Это как шпиц. Шпиц тоже снаружи, кажется, маленькая собачка. На самом деле, это большая собака в маленькой упаковке. И Matisse, он чем хорош? Он простой, как умывальник. Если ваш свекра совладает с коробкой ручной, то он сядет в эту машину. Она узковата, но она достаточно длинная. Она хорошо держит дорогу. Она нормальная городская. И в нее удобно входить. У нее высокий потолок. Он туда войдет. Либо, смотрите, Kia Soul. Либо дальше вы уходите в цену 800 тысяч и уходите к кроссоверам. Пусть даже переднеприводным, но они стоят по 700, по 800. Понятно, что свекр того стоит. Но все-таки вам нужен автомат, высокая крыша. Это скорее Kia Soul. Он достаточно высокий именно под пожилых людей. Спасибо вам огромное. Елизавета, спасибо вам. И на последних секундах напоминаю, что с понедельника в привычное время, в 19.00, вы услышите здесь программу «Итоги». А программа «Экипаж», начиная с понедельника, будет выходить в 18.00. Поэтому добро пожаловать в московские пробки в непривычное время, на час раньше. Ну и мы с вами тут такой трафик устроим. Будем увлекательно ездить, слушать друг друга, продолжая общаться. До свидания, хороших выходных.